Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика ванна у Светланы. Будет окрашивание, будет интересный уход. Итак, поехали. Будем красить с вами волосы, потому что растут как не в себя, если честно, корни уже сантиметра два. Корни у меня седые, и я вам покажу свою самую любимую краску. Ну, надеюсь, те, кто спрашивает про окрашивание, этот ролик посмотрят, вопросы отпадут. Estelle Princess, Prince XS, вот так вот написано. Потому что у них есть несколько линей профессиональных красок. Так, и кстати, здесь есть пометка русский цвет. Это, во-первых, во-вторых, очень круто закрашивает седину, в-третьих, очень стойко, в-четвертых, достаточно щадящее. В последнем заказе рандеву я взяла оттеночек, который мне нравится в последнее время добавлять. Это 865, он такой красивый, с красным отливом, называется он светло-русый, фиолетово-красный. Будем сюда миксовать 866, это у нас светло-русый, фиолетовый, интенсивный. И сюда же я добавлю 811, это олинь, но ничего страшного в этом не вижу, потому что я так уже делала. Это чисто 811, светло-русый, пепельный. Даже давно уже лежит, хочется ее добить. 811 или 811, или 816. Обычно последние несколько раз я миксую к этим оттенкам. Так, у нас будет с вами окислитель. Трешка плюс немножечко девятки. Все-таки хочу на шестерки, а шестерки в чистом виде у меня нет. У меня есть трешка и у меня есть девятка. Вот она, такая же девяточка, поэтому я добавлю одну часть. Я не буду вам назвать граммовки, потому что это все зависит от длины волос, от густоты волос и так далее. Это вы уже смотрите сами, сколько вам нужно краски. Я буду добавлять одну часть тройки и одну вторую, то есть половина части девятки. Вот так я их смешаю. Так, а по краскам, по краскам сейчас мы будем все с вами замешивать, но красить хочу на чистые волосы, поэтому сначала отправляемся в душе. Потом замешиваем. Значит, в каких пропорциях буду замешивать. Берем 866 и 811 пополам. То есть приблизительно в равных количествах. 811 и 866. Добавляем. Сначала смешиваем цвета, потом уже добавляем окислитель. Смешиваем окислитель. Как всегда у меня замес. Пол тюбика я где-то добавляю. То есть здесь 60 миллилитров у меня тюбики, значит 30 миллилитров, грубо говоря. 866. 30 миллилитров. 8, 1. И 8, 65 я добавляю в три раза меньше. То есть если там была по 30 миллилитров, то здесь миллилитров 10. Нет, даже 20. Даже в три раза меньше, в два раза меньше. 15-20 миллилитров. Потому что это достаточно насыщенные краски. У них очень насыщенная пигментация. И вот мне нравится 8, 65 добавлять именно немножечко. Он дает такой приятный тепло, ну не знаю, теплый оттеночек, что ли. Вот все три краски. Мы их как следует перемешиваем сначала. А потом уже добавляем окислитель. Так. У нас получилось 30, 30, 20. Это 60, 80 миллилитров краски. Где-то 60 миллилитров краски. Я добавляю, ой, краски. 60 миллилитров трешки. Приблизи. Я на глаз все тело. И 20 миллилитров девятки. Но если у вас есть шестерка, холодно себе не забивайте. Один к одному я добавляю. Мне так нравится. И все как следует перемешиваем. Почему она занимается такой вот ерундой? Спросят многие. Да потому что, во-первых, я нашла свою идеальную краску. Почему как бы не купить краску, да, нужного тебе оттенка, не покраситься и так далее. Потому что, во-первых, все краски, помимо Estée Princess, у меня смываются. Не держат холодный пепельный оттенок. Совершенно смываются быстро. Многие из масс-маркетов, да, плохо закрашивают седину. И все равно это не тот цвет, который я хочу на выходе. Поэтому я для себя формулу приблизительную вывела. Приблизительную формулу вывела. И теперь заказываю только эти краски. И крашусь только им. Еще 866 хочется немножко добавить. Чуть-чуть. Он у нас как основной цвет. Если вы со своими волосами не экспериментируете, сами дома не краситесь, конечно, как бы и не стоит. Идите к профессионалу. Идите к профессионалу. Назовите ему номера этих красок. Он вам намешает и сделает, и покрасит. Без проблем вообще. И у вас будет приблизительно то же, что и у меня. Много очень вопросов про цвет волос, красивый цвет волос и так далее. Вот. Как бы так. Теперь наносим. Буду наносить на корни и стараться не трогать кончики. На них потом проэмульгиваю. Готово. Краски получилось много, поэтому я и кончики промазала сразу. Уже такой, видите, радужный цвет. Очень интересный. Так, засекаем время. Ну, а теперь у нас с вами уход за кожей. Утренний уход за кожей. Очень классный, очень рабочий. Поехали. Я уже в душе лицо хорошо очистила. У нас сейчас дикая жара. Поэтому именно этому пункту в любое время года, а тем более летом, уделяем особое внимание. Уход утренние, есть утренние отеки. Поэтому покажу вам сейчас продукт, который помогает их круто гонять. Мои любимые, Алекскин, перевыпустили утреннюю масочку. Теперь она выглядит вот так. Сейчас покажу поближе. Бренд перевыпустил маску и доработал формулу. Добавил самый лучший противотечный пептид ацетилтетропептид-5, который поднял шумиху при выпуске их патчей. Нет, просто нет аналогов с таким быстрым дренажным эффектом. Комплекс против отеков. Ацетилтетропептид-5, экстракт семян гуарана, кофеин. Также в составе витамин Е, витамины группы В, несколько форм витамина С, коллаген, гиалуронка, горький апельсин, киви, корень женьшени, экстракт орхидеи и пальмария пальмата. Состав очень богатый, крутой, бьет сразу по нескольким направлениям. Убирает отеки, морщины, сухость и тусклость. Вообще, Алекс Скин – это бренд косметики, который специализируется именно на уходе за лицом. У них нереальные крутые премиальные составы по доступной цене. С 2018 года они выпускают именно многокомпонентную косметику, но упор у них идет на натуральный состав. Как только они появляются на Валберс, на других маркетплейсах, моментально просто раскупают, потом долгое время может не быть, а потом снова, слава богу, появляются. Я обожаю утреннюю маску, ночную маску, пептидные патчи и пептидную сыворотку. Они просто нереально крутые и рабочие. Без всяких химических иллюзий и каких-то временных эффектов. Все рабочее, все просто супер. Ну и давайте наносить. Я наношу прям на все лицо, хотя все производители как бы рекомендуют не наносить на веки, но я такой крутой продукт не могу не нанести на веки. Вы меня знаете, они тоже нуждаются в уходе. Тонким слоем наносим на все лицо. При необходимости, если кожа съедает моментально маску, а такое вполне возможно, у меня именно так и было, можно добавить потом еще немножко. Что хочу отметить. Вот вы видели мои утренние отеки, да? При пухлости уходят моментально. Это прям вот просто зачет. Кожа становится очень мягенькая, ровная. И я вижу накопительный эффект. То есть он не временный. Он именно накопительный, и он сохраняется с вашей кожей, даже после того, как закончилась туба. Он поработал с вашей кожей и сохранил ее в том состоянии, в прекрасном, на долгое-долгое время. И сделаю так хорошо, прям наношу. Небольшой такой тоненький слой. Аромат, кстати, такой очень-очень приятный, нежный и цитрусовый. Раньше эта баночка, кто помнит, кто брал, она была в таком оранжевом, как бы кубике. Оранжевая такая баночка. Сейчас теперь маски в тубах. То есть не контактируют с кислородом, не контактируют с нашими ручками. Маска у нас полностью герметична. Мы туда пальчиком уже не залазим. И это тоже очень хорошо. Хорошо. Сама она такая приятная. Очень удобно пользоваться. Такая прям приятная на ощупь. Выраженность эффекта зависит от состояния кожи вашей. Не забываем об этом. Обязательно хорошо перед масочками очищаем. Перед любыми масочками очищаем кожу. Тем более перед такой. И вы увидите, как кожа буквально за несколько минут съедает ее. Съедает все эти питательные компоненты. Ей прям хочется, хочется и хочется еще. Так, ну все. Через 15 минут мы ее будем смывать. Я к вам вернусь. 15 минут прошло. Сейчас будем смывать масочку. И, наверное, минут через 10 уже волосики. Покажу вам тогда, что получилось. Поехали. Смывать ее очень легко. Буквально пару взмахов конжиком. И масочка смыта. Теперь смотрите, как выглядит лицо после маски. То есть куда делись отеки. Отеки ушли. Это во-первых. Во-вторых, кожа очень-очень напитанная, увлажненная. Но нет никакого утяжеления. Вот прям персик. Просто дотрагиваешься до нее. Ровный тон. Посмотрите, какая кожа. Абсолютно ровный тон. Что заметила со временем именно накопительный эффект. То, что овал лица становится более четким. И скулы более выраженными. Вот это мне тоже очень понравилось. И что еще круто. Маска работает с порами. То есть они прям сужены. Личико не только увлажненное, напитанное, поработанное в направлении антивозрастных каких-то изменений. Но и в плане очищения. Вот это очень круто. И казалось бы, уже можно ничего не наносить. И прямо и в пир, и в мир, и в добрые люди никакого ухода больше не требуется. Потому что кожа чувствует себя просто великолепно. Я немножечко прям протонизируюсь чуть-чуть. И нанесу сыворотку вептидную тоже от Alex Skin. Она у меня сейчас на утреннем именно применении. И крем никакой сейчас не наношу. Потому что у нас жара 27 градусов. Мне прям вот этого ухода достаточно. Сыворотка, несмотря на то, что она такая маслянистая, текучая бы я даже сказала. Она вообще не утяжеляет в жару. Вот это мне безумно нравится. В то же время, опять же, эффект очень крутой. Я вам про нее уже рассказывала. Вместе с маской это вообще супер. Я наношу сыворотку и все, больше ничего сейчас не наношу. И у меня лицо под ней не потеет в жару. У меня никакие подкожники не вылезают. И в то же время личико увлажненная. Потому что даже если кожа жирная, летом все равно обязательно нужно увлажнение и в том числе питание. Вот и весь мой утренний уход. Вот такая вот красота. И вот так замечательно выглядит моя кожа. Так что, девчонки, маской я абсолютно довольна. Она стоит каждого потраченного рубля. Таких составов и такого действия не встретишь даже в люкс-сегменте. Я вообще обожаю продукцию Alex Skin. Все, что я пробовала, все нравится безумно. Ну, а ссылочку, конечно, вам оставлю в описании. Я показываю цвет, надеюсь, будет понятно. Ну, классный, как всегда, суперский. Такой с розовиночкой, теплый, красивый. Даже не знаю, как его назвать, девочки. Как его назвать и как вам правильно передать. Потом на улице ролики, когда снимаю, будет видно лучше, конечно. Красивый цвет. И, кстати, не такой темный, как обычно у меня восьмерка выходит. Вышел такой достаточно светленький. Верчусь, верчусь, чтобы правильно его передать. Вот. В общем, вот такой классный. Как всегда, супер. Красочка не разочаровала. И седина все. И все равномерно. Все отличненько. Все супер. Так, ну и на этом все. Мой хороший ролик буду заканчивать. Все полезные ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Всех люблю. Всех пока.